Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Меня постоянно мучают чувства одиночества. Ну, если вас мучают чувства одиночества, это история про то, что вы себя не принимаете в чём, обесцениваете. Понимаете, я вижу, что никому не нужны принципы. Скажите, пожалуйста, а как в вашей парадигме появляется эта самая нужность? Вот как она образовывается? Да, то есть как вы думаете, за счёт чего один человек нужен другому? Сейчас я призываю бабушку, которая медленно, наверное, начинается деменция. Дошло до того, что человек запрещает мне ходить на кухню готовить. В итоге я не могу заходить в любые другие комнаты, кроме своей. Пытаюсь китайской лапшой, заваренной кипятком. Ну, если бабушка ведёт себя так, то имеет смысл вызвать врача-психиатра, который проведёт диагностику, назначит препарат, а если она как-то вот мешает, то, может быть, её и госпитализируют. Всё это случилось, потому что мы со меня уволили снова с работы. Вы имеете в виду, что у бабушки деменция началась, потому что вас уволили с работы? Или вы имеете в виду, что вы живёте с бабушкой, потому что вас уволили? Я была... да. Вы пишите, что вас снова уволили, значит, увольняют вас уже не первый раз, соответственно, нужно посмотреть, что приводит к тому, что вас увольняют. Я была на одном собеседовании, мне сказалось, что мы вам перезвоним, вы больше не звонили, и я понимаю, что я никому не нужна. Но, опять же, вот, это прощение собственной ценности. Понимаете, просто вы её не чувствуете. И я думаю, что работа с психологом заключается в том, чтобы принять вас. Принять. Принимать. То, что, вот, то, какая вы есть. Я, так, я пошла учиться на профессиональные курсы, жаловалась там на то, что со мной случилось со курсником. Они считают меня сумасшедшие, что мне делать. Скажите, а для чего вы жалуетесь? Ну, то есть, вот, во-первых, чего вы ждёте, когда вы жалуетесь от людей? И как вы думаете, становитесь ли вы более нужны, когда жалуетесь? Почему считают вас сумасшедшим, я не очень понял. Я в отчаянии, я просто не знаю, что делать. Это чувство. Можно. Прожить. Ну, помочь вам. Прожить его. Это первое. Просто чтобы отпустил. То, что вы не знаете, что делать, связано с тем, что вас отливает чувство. Если эмоциональный тонус несколько снизится, может быть, вы увидите, что делать, но нужна цель. Причём цель нужна такая, достижимая. Я закончил мединститут, год не работала. Вы это пишите в контексте того, что просто год в насмарку прошёл. Потом всё-таки нашла работу по специальности, помогала деньгами отцу, его семье и бабушке. А зачем? Ну, я продержал вас там больше года, меня выгнали за опрос непригодности. Так, Виктория. Подождите. Вы нашли работу. Работали там год. Вас выгнали за опрос непригодности. Это странно. Если вы там работали, значит, вы выполняли свою работу. Вот. Я живу сейчас с бабушкой. А то, что вы живёте с бабушкой, это ваш выбор или это вынуденность? Как это? Что произошло? Хожу на профессиональный курс. Отец меня клянёт последними словами. Бабушка врывается на кухню в бану и устраивает скандалы. Так. А за что вас клянёт отец? Как вы на это реагируете? Вот. Бабушка врывается, это понятно. Ну, если у неё есть проблемы некоторые со своей психикой, то чего ждать. А я ничего не учил в такой обстановке. Ну, само собой, я полагаю, что это очень сложно. Мужчины от меня сбегают после третьего свидания. Ну, здесь... Я просто полагаю, нужно смотреть на ваше поведение с мужчинами. Вот. Как вы себя с ними ведёте. Надо смотреть на вашу женскую модель поведения, чтобы вы полностью раскрывались как женщины. И нужно смотреть ещё и на то, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами. Какие отношения вы с ними выстраиваете. Последней каплей стало то, что бабушка закрыла дужище. Я просила помыться у отца. Он сказал, не надо приходить к нему в дом, потому что соседи спрашивают, кто я такая. Я здесь не жилец. У меня случилась истерика, он грозился меня избить. Но я думаю, что в этой ситуации вам нужна просто поддержка. Вот. Вам просто нужна поддержка. Вот. Вот. Простал. Немножечко человеческого тепла. Вот. И ощущение, что вы не одна. Вот. Потому что истерика, это вот как раз история про потребность во внимание. Вот. Я всегда каждый день выбегаю из дома, рассказываю об этом с вашим знакомым. Все, короче, меня выскали. Я вот не очень понимаю. Я не очень понимаю. Вы говорите, что каждый день вы бегаете из дома. Что бы что. Допустим, вам дома плохо. Ок. Допустим, вам нужна работа. Ок. Почему бы не рассмотреть вариант того, что бы вы могли делать вместе со своими знакомыми, вместо того, чтобы жаловаться им. Вот. Дальше рассказываю об этом своим знакомым. Для чего. Они все крутят у меня виска. Я не очень понимаю, что это значит. То есть, вам не верят. Отец говорит, что это плата за то, что он платил за мое обучение в визе, а я так и не устроил в жизни. Не понимать, он на меня хотел. Что мне делать. А, Виктория, психологи не говорят о том, не говорят, что вам делать. Мама умерла, когда я училась на другом курсе. Это травма, я полагаю, психологическая для вас. А, Виктория. Вы ее прожили. Я еще тогда просил семью прекратить эту историю с мединститутом. Ммм, Виктория, а почему семья должна прекращать эту историю с институтом? Учитесь вы и соответственно вам, на мой взгляд, и можно прекращать эту историю. Вот, а так, получается, что? Получается, что вам, ну, как бы, самой учиться не нравится, да, получается. Вы боялись мытья полов, чем-то для вас это важно, и, в общем-то, просили свою семью решить за вас вопрос вашего обучения. В итоге я год после вуза не работал, а потом реально два года мыло полы, а потом меня взяли в одну лабораторию, с которой меня выгнали спустя полтора года. Я хожу по улице и плачу, встречаю знакомых из этой лаборатории, не знаю, что говорить. Почему вы не работали после вуза? Почему потом были полы, из-за чего? Из-за чего вас выгнали? Смотрите, в этих обстоятельствах, в этих событиях совсем ничего не является следствием ваших решений и вашего выбора. Ну вот. То есть вам больно, я понимаю. Дальше вы пишите. Мне надоело это чушь про самооценку и позицию жертвы. А почему это чушь? Мне реально нужна помощь. Какая? Самооценка не согреет тебя, не обнимет, не поцелует, не поздравит с днём рождения. Здесь вы ошибаетесь. Здесь вы ошибаетесь. Если у человека самооценка адекватна, он не нуждается в том, чтобы его согрели, не нуждается в том, чтобы его обнимали и не нуждается в том, чтобы его поздравляли с днём рождения. Он в этом не нуждается так остро, как вы. Ну что, Виктория, уже не так похоже на чушь. Я очень хорошо зарабатывал в той своей лаборатории, отдавал им всю свою зарплату роднюю. Такое ощущение, что… А зачем? Зачем вы это делали? Почему ничего не оставляли себе? Они были в бедственном положении, я оплачивала долги отца. А сейчас значит мне никто ничего не должен, кроме боли у меня ничего нет. Боль можно помочь вам прожить, то есть вам никто ничего не должен, ну, может быть и должны, конечно, может быть. Ну а толку-то, если люди так не считают, вы же не просто так отдавали деньги своей роднею, вы отдавали деньги свои роднею, наверное, потому что считали, что должны ей. Ну и, соответственно, родня считает, что вы должны и никак не считать, что она, родня, должна вам. Смотрите, вы какой-то запрос сформулируйте, пожалуйста, в чем вы видите для себя помощь психолога. Вот. Я понимаю, что вам больно и, вероятно, вы хотели бы выговориться, вероятно, вы хотели бы выразить все свои чувства, чтобы вас немножко отпустило, а потом уже решать, что делать дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам хотя бы немножко. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу, сформулировав базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok